Здравствуйте! В эфире программа «Правовое поле» в студии Татьяна Трохимова. В целом в Чувашии уменьшилось число преступлений. Об этом мы часто слышим в последнее время из статистики различных правоохранительных органов. Это не может не радовать, но в республике выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности почти на 20%. Об уголовных делах и причинах роста тяжких преступлений мы сегодня говорим с начальником отдела государственных обвинителей прокуратуры Чувашской республики Евгением Николаевичем Алексеевым. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Здравствуйте. Расскажите, с чем связан рост тяжких и особо тяжких преступлений в Чувашской республике? Ну, рост тяжких и особо тяжких преступлений в Чувашской Республике прежде всего связан с более качественной работой правоохранительных органов по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Больше выявляется таких преступлений, больше раскрывается, что, в общем-то, сказывается на статистических данных. Вместе с тем, вызывает серьезную тревогу увеличение числа особо тяжких преступлений против личности, а именно убийств и умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности причинение смерти гражданам. Уголовно-судебным управлением прокуратуры Республики были проанализированы результаты рассмотрения уголовных дел о таких преступлениях, совершенных в 2017 году. Вы можете сказать про возрастную группу? Какая возрастная группа чаще всего совершает такие преступления? Как правило, такие преступления совершают лица, находящиеся в среднем возрасте. Это от 30 и более лет. А кто чаще всего становится жертвой преступников? Жертвой преступников, к большому сожалению, чаще всего становятся родственники самих виновных лиц, их знакомые. Как правило, это соседи, коллеги по работе, супруги, родители, лиц, осужденных за совершение указанных преступлений. А в каких районах или городах Чувашской Республики, по статистике, самая такая печальная ситуация? Если брать количественные критерии совершения указанных преступлений, то на долю Канажского района и Цивильского района Чувашской Республики, на долю, естественно, города Чебоксары, приходится значительное количество особо тяжких преступлений против личности, результатом которых стала смерть пострадавших. Подводя итоги 2017-го, и вот уже прошло три месяца в 2018-м, какие именно преступления преобладают в нашей Республике против личности? Если говорить о преступлениях против личности, а мы сегодня говорим об особо тяжких преступлениях, несомненно, преобладают преступления, предусмотренные статьей 105 УК РФ, это умышленное причинение смерти, что называется убийство, а также преступления, предусмотренные частью 4 статьи 111 УК РФ, это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности наступление смерти пострадавшего лица. Согласно результатам анализа, из 80 уголовных дел о таких преступлениях, рассмотренных на настоящий момент судами Республики, 48 дел приходится на преступления, предусмотренные статьей 105, и 32 уголовных дела, рассмотренные о преступлениях, предусмотренных статьей 111, частью 4 УК РФ. И если говорить опять же о статистике, сколько было преступлений совершено на этот период, давайте в 2017 год возьмем, и сколько раскрыто тяжких и особо тяжких преступлений в нашей Республике? По результатам 2017 года на территории нашей Республики раскрыто более 94% убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в результате которого наступила смерть пострадавшего. Этот показатель является позитивным показателем при оценке деятельности правоохранительных органов, поскольку раскрытие особо тяжкого преступления против личности, как правило, влечет наступление строгой уголовной ответственности для виновного лица. А одним из принципов уголовного закона является принцип неотвратимости наказания. И в случае раскрытия такого преступления данный принцип срабатывает, лица, совершающие преступление, получают справедливое и заслуженное наказание. Евгений Николаевич, вот особо тяжкие и тяжкие преступления, как они говорят сами за себя, это причинение вреда здоровью, лишение жизни, то есть они отличаются, наверное, особой какой-то жестокостью. С чем вы связываете, анализируя вот эти преступления, вот эту проявляющуюся со стороны преступника жестокость? Статистика по рассмотренным судами уголовным делам довольно печальна. Порядка 90% преступлений против личности, особо тяжких, в результате которых наступила смерть потерпевшего, совершены лицами в состоянии алкогольного опьянения. Несомненно, алкоголизация оказывает существенное влияние на поведение потенциального преступника. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он любые, даже незначительные замечания, слова, зачастую справедливо обращенные в его адрес, раздувает до масштаба в кровной месте, после чего в ход идут и руки, и ноги, и используемые в быту колючие-режущие предметы, и наступают последствия, которые нельзя не оценить как страшные. Получается, Евгений Николаевич, главной причиной, ну, нельзя сказать, может быть, главной, какой-то основной причиной, является алкоголь или другие какие-то психоактивные вещества, влияющие на преступника. Можно так сказать? Несомненно, это одна из основных причин поталкивающих лиц к совершению столь страшных преступлений. Вместе с тем, злоупотребление алкоголем не рождается на пустом месте. Как правило, лица, совершившие преступления, длительное время не занимались общественно полезным трудом, не имели ни постоянной работы, ни иного существенного источника доходов. Согласно нашим подсчетам, таких лиц примерно 70% от общего числа осужденных за убийства и преступления, предусмотренные статьей 111, частью 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. И, Евгений Николаевич, а как прокуратура работает в плане снижения особо тяжких и тяжких преступлений в республике? Что вы делаете? В чем заключаются основные моменты вашей работы именно в этом направлении? В рамках своей работы органы прокуратуры устраняют нарушения в деятельности других субъектов системы профилактики, анализируют поступающие обращения граждан, восстанавливают их нарушенные права, а также занимаются разъяснительной работой среди населения нашей республики. При подготовке к нашей программе мы спросили у наших телезрителей, какие вопросы они хотели бы задать органам прокуратуры. Как раз это может быть касается вашей разъяснительной работы. Евгений Николаевич, слушаем и смотрим и слушаем. Марина Борисовна Дроздова. В настоящее время средства материнского капитала разрешено использовать на погашение кредита или на приобретение недвижимости. Если родители продают квартиру, имея ее в собственности более пяти лет, и приобретают новые, правомочно ли взимать с их несовершеннолетних детей налог на продажу квартиры, поскольку они являются собственниками менее трех лет? Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Какие мы можем дать рекомендации и ответить на вопрос нашей телезрительницы в рамках программы? В рамках нашей программы я бы порекомендовал телезрительнице обратиться в налоговый орган за разъяснением положений действующего налогового законодательства. При получении ответа и несогласия с его содержанием каждый гражданин Российской Федерации вправе его обжаловать в органы прокуратуры Российской Федерации. Это очень интересный вопрос, вызванный недавними изменениями в налоговое законодательство. Для того, чтобы получить подробный и четкий ответ от квалифицированных специалистов в этой отрасли, мы приглашаем всех на правовой час, который будет проведен с сотрудниками прокуратуры республики в помещении Национальной библиотеки в городе Чебоксары 23 марта 2018 года в 15 часов. На этот и на другие вопросы вы получите квалифицированные ответы от работников прокуратуры. Спасибо за ответ. Тогда смотрим второй вопрос. Оля Скворцова. Здорово. Имеет ли право учителя вгонять учеников срока? И вообще, какие права учеников есть? Вот такой у нас интересный вопрос от школьников. У учеников, как у несовершеннолетних, достаточно широкий круг прав. Но у них и большой круг обязанностей, которые они должны соблюдать при нахождении в стенах образовательного учреждения. Несомненно, что такое поведение для учителя не может быть признано нормальным. Но у учителя тоже есть права. И поэтому я призываю всех учеников помнить об этом и своим поведением не нарушать ни права учителей, ни права своих одноклассников на получение образования. Я рекомендую всем учащимся соблюдать установленные в учебном заведении правила внутреннего распорядка. Спасибо, Евгений Николаевич. Еще к нам на электронную почту правовое поле 21собакамейл.ру приходят вопросы от наших телезрителей. И вот один из них. Сын взял микрозайм и пропал. Оставил телефон и адрес мамы. Сейчас звонят ей и допытываются, где он и что он должен денег. Это законно или нет? И что нужно делать в такой ситуации? Деятельность коллекторских агентств в настоящее время регламентирована федеральным законом. Согласно положениям закона, коллекторы при общении с должником не имеют права угрожать ему, должны быть вежливы в таком общении. Они не имеют права звонить должникам в ночное время. Если действиями коллекторов нарушаются права граждан, то пострадавшие могут обратиться как в правоохранительные органы, а именно в близлежащие отделы полиции, так и в управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике, которое осуществляет контроль за работой коллекторских агентств в силу закона. А вообще, Евгений Николаевич, они разве имеют право у родственников требовать чего-то или угрожать родственникам? Или даже не тому человеку, который взял непосредственно у них кредит микрозайм, получается? В этой ситуации, несомненно, мы видим, что должник оставил в качестве своего контакта номер телефона своей матери. Чтобы прекратить поступающие к ней звонки от коллекторов, ей действительно необходимо обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской республике для принятия предусмотренных законом мер в отношении коллекторского агентства. Спасибо, Евгений Николаевич. Я напоминаю нашим телезрителям, что в нашей программе действует рубрика. Вы можете присылать нам свои видео-вопросы и текстовые сообщения на электронную почту правовое поле собакамейл.ру. Мы ждем ваших вопросов. Мы обязательно на них ответим в следующей нашей программе. А сейчас я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова